Всем-всем привет, с вами Кельн, и сегодня мы продолжаем проходить CNC-3 Tiberium Wars. Сегодня мы отправимся в Кельн. Потрясающая победа! Ваша следующая цель Кельн. Мы предполагаем, что там основная база противника. Определите соотношение сил, после чего мы вышлем подкрепление для захвата бывшей базы ГСБ. Там вы получите всё необходимое для решающего удара. Это победа. Вы понимаете, она... Ну, она может переломить весь ход войны. Кельн даже город называется. Кельн, Кельн. Окей, ладно. Прикажите разведгруппе проникнуть в Кельна и установить численность противника в этом городе. Затем освободите базу ГСБ и подготовьте ударную группу войск. Звучит просто на самом деле. Давайте начнём. Командир, чтобы отбить Европу у пришельцев, нам следует как можно быстрее развернуть аванпост. Кельнская база ГСБ меньше других пострадала при вторжении. Восстановите энергоснабжение, и она снова сможет функционировать. Что сделать? Поступило сообщение. Пришельцы проявляют активность на северо-западе города. Вышлите туда отряд разведчиков и оцените силы противника. Что ж, что нам дали? Два отряда ракетчиков, два отряда стрелков, спецназовца и штурмаяков. В принципе, неплохой такой отряд, учитывая то, что большинство из них уже не новички, некоторые даже тираны. Так, ну пришельцы уже прут, да? Разведгруппа спалилась в самом начале. Не очень хорошо. Ой-ой-ой, там еще летают разрушители. Фигово. Истребители летают. А, ну они типа нас не видят. Видимо, это такая же бутафория, как... Не в Мюнхене, но была где-то такая же примерно. Было такое здание, там, где они спасали инженеров из города. Надо мне, говорит, поприятнее было. Ой-ой-ой, тихо-тихо-тихо, ребят, не умирайте, не умирайте, пожалуйста, не надо. Мало? Получай еще! Повышение. Да мне нужны все живые, на самом деле. Вы назвали? Так, мы тут разрушители пытаемся сбить. Не очень хорошая идея. И глухие! О-о-о, смотрите-ка, что тут ходит. Все, что я знаю, они здоровущие и злобные, эти твари. Здоровущие и злобные, но это точно был здоровяк. Все завершено. Соберите штурмовой отряд с инженерным оборудованием. На восточном берегу реки. Поступило сообщение. Наши инженеры обязательно должны остаться в живых, так как сейчас им нет замены. Захватите энергостанцию на северо-востоке и восстановите энергоснабжение базы. Что ж, окей. Надо проверить. Они там что-то делают уже, это не очень меня радует. Так, вы мост прийти можете? Давайте, давайте вы перейдете, может, наверное. Я думаю, они сами, на самом деле, дойдут. Здесь не такое большое расстояние. Да, это электростанция. Главное, держать вот этот вот проход, чтобы к нам сюда никто не пришел. Так, ребята, что вы тут делаете? Вы должны, вообще-то, с ними сражаться. Бегом туда! Смотрим в оба! Марш! Объект окохнут. Объект-то такое? Кто у нас тут такой? Берег! Я засмотрелся, на самом деле. Творится какая-то чертовщина непонятная. Так, ну вроде бы мертвы, да? Захватить электростанцию. Энергостанцию. Синий тебе рюм. Ммм. Это хорошо. Захвачено. Задание выполнено. Доступны новые постройки. Отлично. И наша база активизировалась, да? И тут сразу же появились какие-то ребята. Прикроем эту лавочку. Как называть, кстати? Мобильный пехотинец. Непосредственно управляет войсками пришельцев. Используя новую базу, соберите штурмовой отряд и уничтожьте постройку. Объект атакуют. Данные обновления. Как тут? Все покорежило. Да, на морозе за ней уценили. Но почти. Энергии вроде как нет. Наплевать, солдат! Мы должны отбить этот город! За работу! Наплевать, солдат! Мы должны отбить этот город. Так, ладно. Ох, сколько тут Тиберия. Тут у них грозовые вышки стоят. Это не очень хорошо. Какие разведданные нам открыли? Падение Кельна. Ну, тут все как обычно. Если интересно, можно поставить на паузу, почитать. Я искренне надеюсь, что хоть кто-то так делает и читает эти разведданные. Потому что там говорят действительно интересные на самом деле вещи. Про вселенную CNC, по крайней мере, про ту вселенную, которую они уже построили в CNC, теперь он в ARS. И да, там много интересной информации, которые могут подогреть интерес, атмосферу игры. Я их не читаю просто потому, что если мы их всех будем читать, то есть вот смотрите, сколько уже нам данных за всю игру открыли, то каждая серия будет очень сильно растягиваться. У меня нет, на самом деле, столько времени. Да, и если серия будет длинная, то будет не очень хорошо, в принципе. Хорошо, джаггернауты. Теперь он мой... Погодите, я хочу поставить вот сюда, вот. Понятно, снайпер. Так, не-не-не, куда ты поехал? Я хочу, чтобы ты добывал все эти берем, на самом деле. Нам куда больше нужен. Так, и что за дела? У нас нету военного завода. Это очень плохо. Так, а кто нас тут атакует? Смотрите, по инженерам бьет, сволочь. Так, военный завод. Да, поставим его вот сюда. Нам нужен БТР, хотя бы один пока. И мы захватим вот эту, пожалуй, электростанцию. Давай-давай, инженер. Ресурсов нам, конечно, будет много, во-первых. Также нам понадобятся танки. Ремонтный модуль. И техцентр. Так, поехали захватывать вот эту вот электростанцию. Делать дополнительные здания. Ох, сколько тут синего Тиберя-то? И он еще будет появляться. Это очень-очень хорошо, на самом деле. О, нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет. Высади его, только высадь, пожалуйста. Высадь. Нет, не высадь. Ладно, понятно. Я все понял, что мне там устроили. А, пойдем туда уже со штурмовым отрядом потом. Спасибо за анниглятор, кстати говоря. Они его взорвали. Ай-яй-яй. Или мы его взорвали, спецназовцы? Ладно, не важно. Давайте попробуем про... О, нет-нет-нет, плохая идея. Я прости этого снайперов. Ну, не прорваться, на самом деле, на нашу базу, по крайней мере, пока. Единственное, чем они могут нас доставать, это авиация. Авиация, да, действительно будет для нас страшным и сильным ударом. Ну, пока у них авиации, так понимаю, нету. Поэтому тут в безопасности. Можем развиваться спокойно. Единственное то, что они, конечно, тоже там будут развиваться. И постепенно нам будут посылать нам более и более такую тяжелую технику. Но я не думаю, что для нас это прям представляет большую угрозу. Так, давайте смотреть, что у нас есть, чего у нас нету. Штаб у нас есть. Оружейного склада, будь честным, я не видел. Давайте построим. Я хочу, на самом деле, провести свою базу вплоть до моста и построить здесь несколько ультразвуковых орудий, чтобы они там все гибли прямо на мосту, не доходили дальше. Кстати, электростанции тоже дополнительно не помешают. Так, где ты? Наблюдатель. Вот здесь где-нибудь его развернем, пожалуй. Тэкс. И ультразвуковое орудие будем делать. Так, что мы можем делать? Можем делать уже мамонтов. Это хорошо. Давайте сделаем парочку штук. Они нам пригодятся. Да, видите, прорыв устраивают, на самом деле, на нашу базу. Пушки нам понадобится довольно много. Пока мы ее держим. Нормально пока. Сейчас развернется, а пушки будут стоять на этой линии, и будет вообще все отлично. Давайте еще авиацию сделаем. Она тоже пригодится, наверняка. Да, вот, отлично. Пушки можем ставить прямо вот сюда. Будет неприятный сюрприз всем этим алиенам. Строительство завершено. Которые пытаются прорваться к нам на базу. Так, а вот здесь начнем строить авиабазу. Даже несколько. Так, ну, чуть-чуть, наверное, вот сюда. На базу напали. Доступны новые постройки. Строительство завершено. Строится. Отлично. Бомбардировки я хочу. Ястребов. Строится. Комбайн атакует. Объект атакует. Так, а кто атакует мой комбайн? Не интересно, у нас авиация. Строительство завершено. Так, а нам есть с чем возбить? Да, у нас тут есть, на самом деле. Ракетчики, все нормально. Так, а это что за фигня? О, это уже плохо. Так, воздух, воздух. Пошли вперед, вот так. Отлично. Просто красавцы. Так. Что мы делаем дальше? Тут, конечно, они будут атаковать. Вон, стоп. По-моему, против них все-таки вот эта самая активная пушка ультурского орудия. Чего более эффективного я пока не видел. А тем временем, они тут занимают, похоже, город. А вы можете как-нибудь обойти? Нет, обойти вы никак не можете. Это действительно проход на базу. Строительство завершено. Что, что хорошо, на самом деле. Ракетчики, что вы тут делаете? Отойдите. Так, воздух, земля. Полетели что-нибудь, разбомбим. Например, вот эта дверь, по-моему, танцевалась, а сюда пехота лезла. Что-то у них там очень много войск. Это все меня пугает. О, замечательно. Постройка отключена. Постройка подключена. На базу напали. Строительство завершено. Ремонт. Вряд ли они, конечно, пройдут через мост. Тут довольно узкое пространство. Ой-ой-ой, вот это вот уже плохо. Так, ребята. Этот ваш. Бомбы готовы. Этот ваш. Пройдет какой-то совершенний. Ремонт. Ремонт. Вовремя авиация, на самом деле, сделала. Если бы у нас сейчас не было авиации, то я просто не знаю, как бы мы воевали против, собственно, их-нибудь, их-нибудь разрушителей, вот этих, которые они время от времени к нам подгоняют. Но одного ястреба мы все-таки потеряли, да? Прям нон-стопом идут, посмотрите-ка. Что ж, ладно. Я вас понял. Бомбить вас надо. Притом, ну, так серьезно, на самом деле. Потому что иначе мы в покое не дадите. Так, нет, где-нибудь вот здесь вот, где-нибудь вот так вот, ровненько, красивенько. Так, сделаем ястребов. Будем бомбить их ястребами. Где-то здесь у них должна быть... Как что-то называется-то, а? Авиабаза ихняя, в общем. Вот что я ищу, из которой, собственно, вылетается эта гадость, которая бомбит нас. Я хочу найти и разбомбить сам. Так, воздух-земля. Полетели, найдем что-нибудь для нас, какую-нибудь интересную цель. Давайте вот эту вот сформаем пока. Отлично. Потеряли кого-нибудь? Да, потеряли. О, ястреба все-таки. Что ж, ладно, но-то... Это война, как говорится. Потери тут неизбежны, да? Давайте прокачаем высотный корректор. Посмотрим, как это будет работать с высоким... С высотным корректором. Так, ребят, ну вы прям смертники вообще. Что вы делаете? Так, где у меня вот... Подлечим их в оружейном складе. Ну нет, они не пройдут все равно. Так что все нормально. Ну, судно-корректор. Что, он качается? Качается. Здесь тоже есть эти вот турельки, но я боюсь, их довольно быстро на самом деле сметут, если мы подключим к электростанции. Потом пускай пока стоят. А вот и авиация прилетела, да? Откуда она летит? Понятно. До свидания. А, тут еще один, ты глянь. Тоже надо разбомбить. Ой-ой-ой, тут все плохо, ты глянь, как-то. Да, снесли меня одну пушку. Разбомбить. Быстро. Отлично. Вернется на базу. Мамонты у нас тут готовятся. В довольно большом количестве, кстати говоря. Это неплохо. Но, чтобы они были эффективны, им не помешает, конечно, орудие Гаусса. Так, давайте-ка... Воздух-земля. Давайте сделаем высотный корректор. И сядем где-нибудь... Где-нибудь, откуда, к нам, интересно, идет техния авиация? К-моему, откуда-то отсюда. А вот они, чертоподобка. Ладно, бомбите что-то, есть и возвращайтесь. Где ихняя авиабаза? Ну что, где-то вот здесь стоит. Повышение. Встроиться. Мамонт в строю. Недостаточно средств. Аккуратнее с ним. Продолжают нас тут бомбить. Всяком, мне лень. Сколько у нас мамонтов? Восемь штук. Не так-то уж и много, на самом деле. Боюсь, такой отряд долго там не продержится, на самом-то деле. Мамонт в строю. Мамонт готов? Интересно, они вообще смогут переехать через вот этот мост-то, нет? Ой, опять что-то летят. Авиация, блядь. Все спокойно. Объект атакует. Уже летим. Обнаружена база продажа. Что ж вы такие? Иду на посадку. Заход на цель. Я лучший. Повышение. Уже в пути. Нет, надо найти на самом деле, откуда эта авиация летит и уничтожить. Вообще не дело. Давайте смотреть. Но здесь ничего нет. Вот здесь может стоять этот завод ихний. Здесь мы приземлялись, здесь ничего нету. Ну и где-нибудь здесь, конечно, уже вряд ли сомневаюсь. Точнее всего, наверху где-нибудь вот здесь у них он стоит. Давайте попробуем. Объект атакуют. Команда на взлет. Обнаружена база врага. На базу на файл. Новая цель. Умешаем. Потеряно. А я завода так и не увидел, к сожалению. Ладно. Нет, они откуда-то снизу, смотрите-ка летят. Готов. Так, воздух-воздух. Хорошо. Объект атакуют. Слушаю. Подготовка. Подготовка. Недостаточно средств. Достаточно средств. Ну ладно, как у нас недостаток-то средств происходит. У нас ждет много Синего Циберия. База врага. А вверх потом будет. Я готов. Готов. Он будет валь. Мамонт готов. На базу напали. Так, а куда ведут танки, кстати говоря, свои? Куда-то сюда, да? А, я еще авиабазу. То есть, я не нашел ее там наверху, поэтому есть предположение то, что он где-то вот здесь снизу. Да-да-да, Мамонт идет, все отлично. Вот здесь у них авиация есть. Чувствую, мы сейчас совершенно бездавно потеряем всех мамонтов. Да ладно. А, и так, продолжаем. Да, это не совсем то, что было буквально пару секунд назад. Дело в том, что я переиграл эту миссию. Переиграл с нуля по одной простой причине. Скринные меня разгромили. И, собственно, вот она причина моего разгрома. Она летит из-за экрана, летит с небольшой периодичностью. Это, собственно, авиация скринов. Там разрушители, вот эти вот планетарные штурмовики. Обнаружен противник. Ну да, это очень, на самом деле, имбовые юниты. Они показали свою имбовость еще в сетевом режиме. Но, собственно, я, на самом деле, там очень долго сопротивлялся, очень долго оборонялся, даже пытался идти в наступление. Но в итоге не смог. И причина эта довольно простая. Вот на этой территории, вот на этой части, за мостом, да, здесь есть всего один источник Тиберия. Вот он. Здесь появляется синий Тибериум. Синий Тибериум появляется очень медленно, потому что, ну, это очень ценный, как бы считается, ресурс. Гораздо ценнее зеленого Тиберия. А вот он, комбайн. То есть, он не то, что наполовит, там... А она, по-моему, пятая только полная, этого комбайна. И, собственно, у меня кончились ресурсы. Мне не на что было уже производить войска для того, чтобы обороняться от вот этих постоянных нападок со стороны авиации, скринов. И мне пришлось все это приигрывать, да. Вы спросите, что вот с этим Тиберием? На самом деле, Тибери очень-очень странный. По довольно простой причине. Там ничего нет. На слово, естественно, никто не поверит, поэтому я все-таки это, наверное, покажу. Сделаем сейчас разведчика в виде бульдога. И отправим его сюда. Я не знаю, почему здесь не появляется Тибериум. То есть тут есть вот эта вот впадина, из которой прям сочится облака Тиберия. И, по идее, он должен тут появляться. Но... Нет, он тут не появляется. Не знаю. Я вот даже вот тут оставлю этого бульдога. Можете смотреть по карте и, собственно, убедитесь, что он тут не появляется. Да, авиация выходит где-то вот здесь, вот отсюда. Никакой там авиабазы у них нету. И, собственно, спасения никакого вот этой авиации тоже нету. Кроме как вот поставить кучу ракетчиков. Ну, они раньше в бункерах были. Бункеры они все сломали. Тут у меня еще дополнительная помощь в ДПВО. И так далее. Но цель основная остается прежней. То есть надо уничтожить вот эту вот базу. Она довольно хорошо укреплена, довольно-таки хорошо защищена. И я надеюсь, что сегодня мы сможем уничтожить. Для этого сделать такой вот штурмовой отряд. Здесь мамонты, штурмовики, гранатометчики. Всех, собственно, понемногу. К тому же у нас есть аннигиляторы, которые мы захватили у них. И сейчас всей этой армешкой, довольно, кстати, большой, пойдем их атаковать. То есть тут мамонты прокачаны. Танки, хищники тоже прокачаны. Поэтому, я думаю, если там не будет никаких сюрпризов, типа авиации, которая летит из ниоткуда, то мы справимся с их базой. Пойдем, наверное, вот по этому боку. Ой, носочек, конечно, тут много. Все, заметили. Надо атаковать. И знаете, даже не в том, прикол, сколько мы... Сколько мы... Ну, то есть, сможем ли мы сломать их вне базу или нет. Мы сможем ее сломать. А просто в том, сколько мы потеряем войск на этом. Я надеюсь, не очень много. Самая большая угроза, это, конечно же, цитадель-бурь. Это самые мощные, вообще, по-моему, турельки в игре. Они мало того, что сами бьют как будто такими электрическими разрядами, ионными, так они еще создают над собой ионную бурю, которая, собственно, тоже немало так дамажит. Ну, приятная вещь. Так, а можем захватить их сборочную платформу? Нам сказали ничтожить, но я хочу захватить, на самом деле. У меня тут есть инженеры, их довольно много, и я думаю, мы их сейчас пустим в ход. Обнаружен противник. Почему бы нет? Что у нас, как задание звучит? У них тоже штаб-пришельцы. Ну, попробуем захватить. Если не сможем захватить, то хотя бы захватим большую часть их базы. Сколько у нас тут инженеров? Шесть инженеров. А построек? Четыре, пять, шесть. Тоже шесть. Отлично. Да, можем его захватить. Давайте сейчас захватим все остальные здания только. Доступны новые постройки, да. Что мы можем делать у скринов? Можем делать искатели, можем делать сжигающих танков, можем делать комбайны. Можем вызвать корабль-матку. Да ладно. Давайте вызовем корабль-матку. Это действительно очень такая интересная вещь. Давайте почитаем описание. Вызов на поле боя корабля-матки. Корабль вооружен мощным химическим оружием. Под командованием игрока можно находиться не более одного корабля-матки. На самом деле, это чертовски мощный, но очень медлительный корабль. Если вы его приведете на базу противника, его не собьют, то при первом же залпе там происходит цепная реакция, и если он повезет, то он уничтожит абсолютно всю базу. Да, с первого залпа. Ну, в любом случае, он уничтожает обычно все постройки. Но я думаю, те, кто смотрел, собственно, мое прохождение, прохождение компании за нот, мы там как раз-таки использовали корабль-матку. Использовали, мы там, правда, не очень грамотно, уничтожили ту базу, которую нам надо было захватить. Но там весьма наглядная демонстрация, как, собственно, он работает. Что у нас по деньгам? Будут у нас деньги? Нет. Давайте продадим чего-нибудь. Электростанции лишние продадим. Продадим вот эти вот турельки, они нам не нужны тут, на самом деле, тоже. Вот, и денег у нас теперь достаточно. Так, а где он развернут? А вот там корабль-матка. Ну, почему-то мы им управлять. А, вот, пошел, поехал, отлично. Нам, правда, особо убить им некуда. Ну, да ладно, я просто хотел, на самом деле, показать вам, как он выглядит, что из себя представляет для тех, кто не смотрел компанию за нот и так далее. Ладно. А, сборочный цех. Давайте захватим его. Постройка захвачена. Доступны новые постройки. Потеряно. И... Что-то теряем. Все-таки мы должны его уничтожить, да? Давайте хотя бы посмотрим, что мы теперь можем делать. Можем построить, например, мастерскую, можем построить все постройки, собственно, скринов, теперь нам доступны. На заводе почему-то мы не можем... А, нет, все верно. У них летающая вот эта платформа, на самом деле. То есть, она вот так вот складывается. И... Может передвигаться. Она летает, на самом деле. Именно, кстати, вот такие сборочные платформы приземлились на планету. То есть, когда нам показывают ролик, в котором ионным орудием ГЗБ-шеньки бьют по сооружениям пришельцев. Они там распадаются на вот такие вот сборочные платформы и, собственно, приземляются на земле. Да ладно! Нам надо уничтожить эту хрень. То есть, это наше задание? Давайте ее продадим. Ну, вот и все, собственно. Задание выполнено. Миссия выполнена. Да, как видите, я перепроходил миссию довольно долго. Это длилось примерно 1 час. Эффективность на 45,3. Довольно, кстати, неплохая. Войск противника уничтожили 1042. Но это, на самом деле, в основном из-за авиации, которую там постоянно посылают. Нон-стопом, там, по КД, по-моему, каждую минуту или две. Войск потеряли 23. Постройок противника разрушили 21. Потеряли всего 6. Заработали 157 тысяч. Основные здания, естественно, мы выполнили все. Все наполнительные, тоже все. Разве данные были тут только одни? Что ж, в Берн или Берн, мы отправимся уже в следующую серию. А сегодня на этом все. Я надеюсь, вам понравилась эта серия. С вами был Кейн. Всем удачи. И пока.